МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор выпуска новостей ИП Шевченко представляет шоу «Цирк на воде». Транспортный коллапс из-за снегопада. Большегрузы и припаркованные автомобили мешают убирать снег дорожникам. В память о Сталинграде через весь город прошла толпа в честь 70-летней годовщины Великого сражения. Водная феерия. Цирк презентует новую программу. Артисты выступают на трех уровнях. В воздухе, на специальной площадке и на воде. Добрый вечер. Вы смотрите программу события Саратов, студии Юлия Конькова. Более тысячи саратовцев вышли в эти выходные на праздничное шествие в честь 70-й годовщины победы советских войск в битве под Сталинградом от Детского мира до Театральной площади прошла колонна. А затем состоялся праздничный концерт. Сталинград пытались пережить около 160 тысяч уроженцев Саратова. Каждый третий отдал жизнь во имя победы. Сейчас в области проживают чуть больше 200 участников сражений. Власти пытаются уделять внимание каждому, чтобы сохранить живой память о переломном моменте войны. За шествием наблюдала Влада Черняева. Торжественный парад в честь Великой Даты. 70-летие Сталинградской битвы, победа, которую не забудут. В страшном сражении, по официальным данным, погибли около миллиона человек. Сегодня саратовцы уверены, такого кровопролития в истории больше не повторится. Сегодня, я считаю, наверное, есть осознание людей, можно решить все проблемы за круглым столом, без оружия. Уважение и благодарность. Эти чувства здесь есть у каждого. Юные участники шествия с ужасами сражения знакомы лишь по рассказам старшего поколения. Но этого вполне достаточно, чтобы понять, как тяжело завоевывали мирное небо и свободу. Благодаря таким мероприятиям можно понять, насколько было тяжело и надеяться на хорошее будущее. Они помогают новому поколению вспомнить о том, что было, прочувствовать эту ситуацию и, безусловно, собраться всем вместе. Незаслуженно забывают тех, кто в военное время трудился в тылу, тех, без подвига которых победа была бы невозможной. Почему-то вот тружеников тыла мы забываем, не говорим, а 50-й более процентов, как Жуков сказал, принадлежит труженикам тыла. И, конечно, вот эти женщины все делали, все старались. Вот они победили. И копали траншеи, и копали вот эти все это. Все было сделано на высоком уровне. На театральной площади более тысячи человек. Вспоминают герои Великой Отечественной войны. С каждым годом их становится все меньше, но их подвиги навсегда останутся в истории. Влада Черняева, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов. Представители регионального отделения «Единой России» презентовали в Саратове новый проект о поддержке детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. В реализации этой программы будут задействованы все заинтересованные структуры ведомства, а также волонтеры. Они хотят упростить процедуру усыновления, расширить круг тех людей, которые желают принять в свои семьи детей. И в целом пересмотреть всю систему отношения к брошенным несовершеннолетним. В ней, по мнению инициаторов проекта, много недоработок. И их, как выяснила Екатерина Заграничная, можно исправить. Но даже такое добродушие и внимание не заменят материнские любовь и ласку. Сохранить семьи и защитить тех, кто остался без попечения родителей – задача государственной важности. Указ о мерах по защите детей-сирот подписал Владимир Путин в конце прошлого года. Инициативу поддержала партия «Единая Россия» и запустила проект под символичным названием «России важен каждый ребенок». Здесь, конечно, региональное отделение Саратовска, оно не осталось в стороне. Николай Васильевич Панков, секретарь регионального отделения, принимает участие в работе рабочей группы, в создании, принимает участие дорожной карты. Конечно, мы вместе здесь с членами президиума, с рабочей группой, ну, на самом деле, занимаемся этим вопросом и занимаемся им неформально. И задача, которую нам поставила секретарь регионального отделения, действительно, отойти от каких-то чиновно-бюрократических форм решения этой проблемы. И постараться решить проблемы детей. Так называемую «дорожную карту» проекта презентуют в региональном отделении партии «Единая Россия». За круглым столом представители образования, здравоохранения, социальной защиты, надзорных и общественных организаций депутатского корпуса. Ставят перед собой задачи. Во-первых, сохранить ребенку родную семью. Нужно постараться помочь тем, кто находится на грани лишения родительских прав или оказался в трудной жизненной ситуации. Бывает так, что они не сами по себе, не по своей воле в ней оказались. Бывает, что проблемы копятся, как снежный ком. Когда человек лишается работы, у него возникают проблемы в семье, он начинает употреблять алкоголь, а дальше возникает уже круг, из которого он сам выбраться не может. Поэтому первая задача – проработать алгоритмы, механизмы, нужно подключить все службы и действительно постараться снизить количество лишений родительских прав, вообще воспринимать лишение родительских прав как крайнюю вынужденную меру, когда мы сталкиваемся уже с жестоким обращением, с угрозой жизни и здоровья. Но если все же не удалось сохранить семью, то нужно сделать так, чтобы ребенок как можно быстрее обрел новых родителей. Для этого надо оказать всестороннюю поддержку потенциальным усыновителям, упростить процедуру, которая сейчас чересчур бюрократизирована и непонятна, и не забывать о психологической помощи на всех этапах и социальном патронате. Но и это не все задачи. Мы должны поддержать граждан, которые на сегодняшний день готовы либо к усыновлению, либо просто взять ребенка для воспитания. И, конечно, на сегодняшний день мы не должны забывать о том, что есть выпускники данных учреждений, и мы их должны поддержать, то есть постинтернатное сопровождение вот этих деток. А еще необходимо проанализировать, достаточно ли мер поддержки оказывается тем семьям, которые взяли на воспитание детей. Одним словом, задачи перед региональной рабочей группой стоят серьезные. И эта работа не одного года. Координаторы проекта надеются, что к ним присоединятся волонтеры и просто неравнодушные люди, а также те, кто сталкивался с проблемой усыновления. Любой опыт, инициативы и предложения будут полезны. Екатерина Заграничная, Шаин Абдулаев, Вячеслав Соленков, ТВ-центр Саратов. Как поднять сельское хозяйство в левобережных районах Саратовской области? На эту тему в Новоузенске говорили руководители профильного министерства, чиновники правительства и аграрии. Фермерам не хватает денег для развития, а власти пытаются быть в центре сельских проблем. К примеру, Новоузенск каждый год несет многомиллионные потери из-за засухи. Ксения Зубина выясняла, что будет с сельским хозяйством Левобережья. Мясное животноводство – одно из главных направлений сельского хозяйства для Левобережных районов области. В прошлом году фермеры смогли произвести свыше 8 тысяч тонн мяса и более 55 тысяч тонн молока. Однако климатические условия не позволили увеличить показатели производства зерна. Из-за засухи погибла часть культур. О том, каких показателей смогли добиться фермеры Левобережья и о проблемах, с которыми столкнулись сельхозтоваропроизводители, говорят на расширенном совещании с участием глав районов и областных чиновников. Последние, в свою очередь, подчеркивают, для развития сельского хозяйства необходимо привлекать инвесторов. Большое значение придаются запуску крупных инвестиционных проектов, строительство свинокомплекса, осуществляемой компанией-инвестором ООО «Копитание» на территории Индельского муниципального района и, в первую очередь, для одного из крупнейших комплексов «Рамфуд-Положье». Чтобы развивать отрасль, нужен грамотный подход, поэтому советуют обращаться за консультациями к ученым. Мы опять говорим, что нам нужно чистить пастбище. Вот то, что происходит сейчас, мы видим опять заражение, мы себя перезаражаем именно через пастбище. Контакт с животным в пастбище. То есть, где-то есть очаг, заболели животные, попаслись, потом выгнали здоровых животных. Это проблема. Поэтому, прежде чем развивать что-то, нужно сначала создать условия. А их на уровне государства создают регулярно. Фермеров поддерживают в первую очередь финансово. Правда, в этом году, как сообщили региональные власти, изменится порядок начислений. Не будет льготной солярки. Бензин начнут выдавать по гектарам. Льготной солярки не будет. Будет поддержка на гектар. Вы ей и вправе использовать ее, как вам. Скорее? Скорее, когда. Значит, до 1 марта министерство сельского хозяйства планирует деньги отдать в регионы. До середины марта деньги поступят в районные бюджеты, уверяют областные чиновники. Но только на этом поддержка не завершится. В этом году для фермеров будут развивать новые формы кредитования. Мы понимаем прекрасно, что и метеоусловия, и проблемы, и финансовые ухудшаются. Но, значит, по обновлению техники хорошо работает программа 76П, где сельхозпроизводитель имеет право внести 10% собственных средств, а остальное взять кредит. Развивать сельское хозяйство в левобережных районах довольно сложно. Из-за климатических условий, поэтому региональные власти намерены оказать фермерам максимальную поддержку, при условии, что товаропроизводитель будут грамотно использовать, выделенные из федерального и областного бюджетов средства. Ксения Зубина, Дмитрий Соколовтова, Центр Саратов. Сегодня на городских дорогах можно было наблюдать транспортный коллапс. Как сообщила городская администрация, проведению дорожно-уборочных работ мешал хаотично припаркованный транспорт и безответственное отношение к ограничению въезда большегрузных машин. В настоящее время специалисты пытаются расширить направление движения, обрабатывают дороги противогололедными средствами. Остановок общественного транспорта не зафиксировано. Репортаж Влада Черняевой. Вынужденная мера для безопасности на дорогах. Администрация Саратов запретила въезд большегрузного транспорта на территорию города в светлое время суток. Это связано с тем, что из-за обильного снегопада крупные машины в несколько раз замедляют передвижение. Но не все автовладельцы подошли ответственно к личной безопасности. Сегодня на подъеме в Алексеевском овраге в районе поселка Юбилейный забуксовал бензовоз. Водитель пренебрег особенностями передвижения зимой и создал крупную пробку. Автолюбители соглашаются. Крупногабаритному транспорту в городе не место. Небольшие заторы на дорогах из-за них могут превратиться в настоящий коллапс. Большие проблемы также создают и неправильно припаркованные авто, владельцы которых забывают. Это мешает работать уборочной технике и создает аварийную ситуацию. Раньше, когда большегрузный транспорт двигался свободно по городу, очень сложно было передвигаться, потому что, особенно в районе Ския, это было просто невозможно. Они же ездят не на шипово, не на резине, шлифуют покрышками, и проставить за большегрузным транспортом приходилось почти часами. Ну, с тех пор, как их ограничили, тогда, по-моему, перед Новым годом, большегруз стали пускать только вечером, стало ездить чуточку попроще. На сегодняшний день городские улицы очищают около 200 единиц спецтехники и задействованы свыше 300 дорожных рабочих. Если автовладельцы будут парковаться в специально отведенных местах, уборка города будет проходить еще быстрее и качественнее. Влада Черняева, Шаина Абдулаев, ТВ-центр, Саратов. Сделать материнский капитал бессрочным. С таким предложением к федеральным парламентариям обратились депутаты от партии «Справедливая Россия». Если проект примут, это позволит российским семьям получать материнский капитал при рождении каждого ребенка. И право на него будет бессрочным. Сейчас деньги выплачивают семьям только один раз, где родился второй или третий ребенок. Кроме того, депутаты предлагают предоставить возможность направлять средства материнского капитала на оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи и лечения или реабилитацию ребенка-инвалида, если возникнет такая необходимость. Также некоторые изменения коснутся и мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей. Внесенный законопроект предлагает уравнять родителей в правах и дать возможность отцам распоряжаться средствами с целью формирования накопительной части своей трудовой пенсии. На манеже Саратовского цирка «Водная феерия» — новая программа «Сказочное действие на воде». Это гастроли московского цирка. Клоуны, жонглеры, акробаты и воздушные гимнасты, дрессировщики со своими питомцами, артисты синхронного плавания выступают на трех уровнях — в воздухе, на специальной площадке и на воде. Мария Смирнова увидела первое представление, которое прошло с аншлагом. С первых минут погружает зрителя в сказку. Те на волшебство отвечают овациями. Арена цирка превратилась в необычный подводный мир. Его обитатели — мастера спорта международного класса по синхронному плаванию. Игра воды, света и цвета. Насыщенная красками шоу-программа приковывает взгляды зрителей вплоть до финала представления, рождая в них неподдельные эмоции. Вот восторг! Да, вот просто. Супер! Очень интересно и красиво. Я вообще в восторге. Программа захватывающая, интересная. Мне кажется, понравилась каждому. Удивляют не только синхронным волшебством под водой, и демонстрируют трюки под куполом цирка. Отточенные, доведенные до автоматизма акробатические тюды сменяют иллюзии и фокусы. Им на смену приходят жонглеры. Очень интересные представления с фокусами, неожиданные. Она тоже сидела, да. И эквилибристика. Очень красочно было, прям здорово. По-настоящему интерактивным шоу-представлений делают клоуны. Анна Архипова – одна из тех, кому повезло стать участником необычной программы. Первая часть была очень интересной. Мне, честно говоря, очень понравилась. Во-первых, все было очень красиво. Прекрасные спецэффекты были в начале, в самом. И все было настолько интересным, что просто не передать словами. Первая часть шоу-программы интригует зрителей. Вторая – завораживает. На арене появляются дрессированные животные. Опасные игры с крокодилом и забавные трюки от морских львов. Мы обладаем набором номеров всех ведущих цирковых жанров. У нас также есть и клоуны, есть дрессированные животные, собачки, морские львы, голуби, утка. Мы имеем право называться цирком. И, в принципе, отзывы только хорошие. Мне понравились тюлени. И еще много всего понравилось, потому что много воды, фонтанов. Когда появились животные, что с ним творилось, он как эти тюлени хлопал в ладоши, прыгал на сиденье. То есть ему очень все понравилось. За глянцем шоу-программы скрываются сложные конструкции. Но зрители видят только красоту. Приучать к ней нужно с детства. Мария Смирнова, Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов. А завтра у саратовских школьников начинаются внеочередные каникулы. До 11 февраля отменяются занятия для всех учащихся муниципальных школ. Такое решение было принято на основании письма Роспотребнадзора в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ среди жителей Саратова в возрасте от 7 до 14 лет. И это были все новости к этому часу. Более подробную информацию ищите на интернет-канале forpost.tv. Там вы можете оставлять свои комментарии и пожелания. Оставайтесь на канале ТВ-центр. Спонсор выпуска новостей ИП Шевченко представляет шоу «Цирк на воде». Не пропустите! Со 2 февраля в Саратове морские львы Софи и Боб приглашают на одно из лучших шоу мира. «Цирк на воде» со светомузыкальными фонтанами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова